Почему, когда девушке не пиздишь и ведешь себя спокойно, проявляя интерес, она сливается потихоньку? Потому что тебя это волнует, тебя это беспокоит. Вот она тебе и как бы твоё беспокойство обслужила. Пусть тебе это не беспокоит, но сливается, сливается. У неё свои дела, у неё какие-то свои там, возможно, комплексы, заморочки. Ей так удобно, ей так понятно. Вот. Она не хочет ничего объяснять, не хочет. Ну, может быть, она растеряна, потеряна, закомплексована, ещё что-то, напугана. Не так тебя в чём-то поняла или себе что-то придумала, надумала. Тебя это не должно ебать. Вот и всё. Но поскольку тебя это ебёт, тебя это волнует, она тебе это и показывает. Тебя волнуют вещи, которые не имеют к тебе никакого отношения. Если девушка сливается, а ты типа с ней искренне не пиздишь её, не наёбываешь её, спокойн с ней и при этом ждёшь. Ну, видишь, какой я охуенный. Ну, давай. Скажи мне, скажи мне, какой я классный, как со мной хорошо. Она берёт и сливается. Вот за твои ожидания, за твой вот этот запрос внутренний. Как принять людей, которые тебе дороги, но они спят? Если ты видишь, что люди спят, значит, спишь ты прежде всего. Вся проблема в тебе, не в людях. Ты спишь. Ты их видишь спящими, значит, ты спишь. Ты должен видеть этот мир так, как будто бы всё на своём месте. Как будто бы, кстати, ключевое слово. Потому что вне этого определения жизни, как будто бы живой, как будто бы видишь, как будто бы что-то вообще не имеет никакого смысла разбираться в том, как, зачем, почему. Всё как будто бы. Владимир, как вернуть желание заниматься творчеством? Появилось ощущение бессмысленности. Правильное ощущение. Оно бессмысленно всё. Ты берёшь и делаешь, потому что оно бессмысленно. Раньше ты придавал какой-то этому смысл, но сам факт, что занятие творчеством есть смысл. То есть само занятие есть смысл. Не в том, что оно тебе несёт, какой смысл творчество несёт, а в том, что ты это делаешь. Это уже есть смысл, другого нет. Другого нет. Этот смысл такой условный. Поэтому как? Говорю, ищи как. Думай, промышляй, страдай, мучайся и сживай в себе это состояние. Тебе никто никак не скажет правильного выхода из этого. Всё будет обман. Ты должен сам себя обмануть. Всё будет обману. Но когда ты сам этот обман создашь, при помощи моих сейчас слов каких-то, при помощи ещё какого-нибудь там послушаешь спикера, и вдруг такой, опа, поймал. И обманул себя, и вышел из этого состояния, придумал смысл себе. Я не отношусь к спецоперации в Украине никак. У меня нет к этому никакого отношения. Я не военный, никакой не стратег. Не сижу тут, не манипулирую людьми, направляя их туда-сюда. Это не моя работа, не моя профессия. Поэтому что, зачем мне к этому иметь отношение? Это было бы странно, если бы имел отношение к какой-то профессии, к которой не имею никакого отношения. Я рассказываю, и мы общаемся на тему того, как найти в себе инструмент, не иметь никаких отношений, относительно оценочного мнения, убирать это в себе. Что есть ум? А что захочешь, то оно и есть. Твоя игра. Что есть ум? Что хочешь? Вот придумай. Это вот и есть ум. Его способность выдумывать эту жизнь и определять, как бы обозначать вещи отдельные от тебя. То есть создавать иллюзию того, что что-то есть не ты. Что-то есть отдельно от тебя. Что значит карму портить пиздобольство? Ну ты пиздобольшь, тебе, а ты получаешь пиздобольство в ответ. Еще краше. Ты просто смотришься в зеркало, оно ровное. А если с ним в зеркало наступаешь в конфликт, разбиваешь его кулаком, тебе не нравится то, что ты видишь. Оно разлетается нам в сотни кусочков. И в каждом кусочке отражение тебя, замахивающегося. Только теперь на тебя замахиваются не один из зеркала, а уже сотни. Вот так выглядит эта жизнь. Вот так эта карма выглядит. Она пролетает еще мощнее тебе в ответ, если ты залупаешься. Если просто любуешься, как бы свидетельствуешь себя в отражении, ничего с зеркалом не делаешь, все отлично. Попробуйте найти в лесу что-нибудь лишнее. Не найдете. Ни одного элемента в лесу лишнего вы не найдете. Там все на своем месте. Так же и в этом мире, в этой жизни. Все на своем месте. И враги, и друзья. Ну как бы враги, как бы друзья. Потому что это все оно. Это все ты. Это все ты, лес. Это есть ты. Это твоя жизнь, твое бурление. Твое состояние жизни, как таким, такой, как ты его понимаешь на данный момент. Если придет к тебе волшебная минута преображения, что-то изменится в твоем лесу, и уже еноты не станут там, или крысы с жертвами каких-нибудь лисиц, волков, медведей не будут грызть, свиней и, не знаю, гусениц не будут убивать птички, а все будет в таком взаимодействии. Оно и так находится в этом взаимодействии. Оно и так находится в волшебном взаимодействии. Там никто не страдает. Ни животные, ни досекомые, ни сам лес от пожарищ не страдают. Страдаем только мы. Потому что это новая опция нашей мыслительной конструкции, нашего, так скажем, нашей программы. Потому что программа животные, оно безотносительное. А программа человек, она уже имеет в себе способность, вот эту опцию, иметь отношение к чему-либо, относиться к чему-то, уносить свое мнение, думать о чем-то еще, кроме как о том, что происходит прямо сейчас. Поэтому там все на своем, там никто не страдает в лесу. Нам просто друг друга все жрут, убивают, воруют, уничтожают, и все, и нам всем похер. Вот такая жизнь у них. Это такое свойство леса, свойство жизни на данный момент. Других опций нет. Потому что если вы хотите что-то еще, создайте эту опцию. Создайте и наблюдайте ее. иную выработайте в себе способность видеть что-то еще, помимо того, что вы себе придумываете, как что-то неправильное. Нас закладывает с самого детства иметь свое мнение. Получается, нас наебывает. Реальность нас наебывает. Потому что ей это так нужно, это ты так воспринимаешь. То есть то, что происходит, то, что закладывает тебе детство, ты воспринимаешь и обозначаешь вот этим словом наебывает. А на самом деле, это просто такой новый механизм. Такой, как бы, вот такая просто опция, уже, возможно, отработанная. И ты этой опцией просто пользуешься. Или уже добавляешь к ней какое-то свое новое определение слова, как, например, наебывают, обманывают, хитрят, хотят от тебя чего-то. Никто ничего не хочет. Просто все происходит так, как оно должно быть, так, как оно происходит. Все. Ты начинаешь это интерпретировать. У меня наебывают, если закладывают для того, чтобы что-то. Это все делаешь ты. Это твой ум все и делает. Никто тебе ничего не закладывает. Все просто так интерпретируешь, когда находишься вот в использовании вот этой опции отделять, разделять, быть отдельным от общего, быть отдельным от вот этого, от самого себя. Как будто бы что-то существует помимо тебя. Я просто фантазирую. Поэтому вот эта опция полагать, что помимо тебя есть еще что-то и воспринимается, интерпретируется тобой, как кто-то, что-то с тобой делает, что-то хочет. А ты как герой какого-то мультика просто смотришь на себя в зеркало или как кошка вот увидела себя в зеркало и начинает с собой драться лапой так. Так же и ты интерпретируешь эту жизнь, что кто-то, ух ты, как в БВГД-ке. Прибежали эти дети. Ой, там чудовище, на улице чудовище там, светофор. Ну, такое, глазастое. Побежали бороться с этим чудовищем, биться с ним. В 80-е годы была такая программа для детей, БВГД-ка. Так же и вы находитесь в этой БВГД-ке. Вам все кажется, что кто-то в вас чего-то там заложил, что-то вас ограничил, кто-то. Чем-то ограничили вас. Все вы делаете сами. Ограничиваете себя. Ну, интерпретируете это. Это просто процесс, естественный процесс, как что-то кто-то вас ограничил. В чем-то. Что-то неправильно происходит. Все на своем месте. А как это интерпретировать тогда? Никак. Не надо ничего интерпретировать. Просто живи и все. Эти слова, это не означает этими словами, что в тебя что-то там кто-то ограничил. Тебя никто ничем не ограничил. До тех пор, пока ты не воспроизводишь это словами, не начинаешь это как бы иметь как точку зрения, как убеждение. И оно начинает доказываться, это убеждение твое внутреннее. Сразу начинаешь видеть картинки, статьи, видеоролики, подтверждающие твою твою вот эту фантазию. Но она так и есть. Жизнь это грубо говоря все наебалово. Все. Но это плохо это или нет? Нет. Это такова жизнь. Она так устроена. Зайди в лес, там все наебалово. В лесу. Посмотрите, как природа устроена. Все друг друга наебывают, убивают друг друга, жрут. И вообще всем прикольно. Никто не парится. Цветы, растения, животные, насекомые, все друг другу хуячут. Жрут, питаются, вообще похую. Могут, бегут, не могут, ну все. Задрали ланю. Она ей не сопротивляется особо, не кричит. Ну так, а что там, сделать разок и все. Пошла в пищу. Вот покорненько, посмотрите, как крокодилы жрут там каких-нибудь животных там. Все, попался, все. Безвольный. Отдает себе в пищу мгновенно. А с насекомыми еще проще. Деревья вообще не парятся. Их просто спиливают, блядь. Из них дома делают там, в пищу их пускают или еще что-то. Им посрать. А не чай, это все часть целого. Они не чувствуют себя отделенными. Дерево не чувствует себя отдельной от бензопилы, которая ее пилит. она для нее, и оно само, и бензопила, это все одно и то же. Это жизнь. Она так выглядит. Это такие картинки она создает. Бензопилы. Чтобы красивее было, чтобы весело, чтобы вон тря-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р. Сначала там лес, щепки летели. Это же вот, это жизнь. Кто-то кого-то драл, тащил. Таковы ее, таковые ее опции, пока вы не придумаете что-то другое, где никто никому не грызет, не пилит, а что-то происходит другое. Ну, как в искусстве. Только человек способен создавать творческие перформансы, в которых нет, никто никому, ну, никто не гибнет, никто не умирает, а все по наружку. Оно в жизни тоже так. Мы в жизни все, что видим в смерти, это тоже все по наружку. Просто оно такое очень реально нами, близко к сердцу принимается. Реально выглядит. Но скоро мы поймем, да? Уже поняли, уже многие знают сегодня, да? Те, кто занимается йогой, медитацией, что это все не по-настоящему. Окей, я закончил свой бег 40 минут, много для моей больной ноги. Не знаю, что будет, завтра придется противоуспалительное пить. Давайте, друзья, не ебите друг другу мозг, а завязывайте со всей хуйней, или не завязывайте. Это решать вам. Просто главное, что вы это понимаете, что только вам все решать, только вам за все отвечать и все делать. Лучше вас никто ничего не сделает. Пока. Ну, это самое, по-моему, полезное, что я говорил в своей жизни. Ну, такое расхожее, достаточно, примитивная, но действенная хуйня. Субтитры сделал DimaTorzok